Друзья, а вы знаете, чем отличается успешный человек от простого обывателя? Успешный человек никогда не упускает возможности, в то время как обыватель просто не замечает их. Они проплывают мимо него. Множество шансов. Ну, кстати, вот инфо-цыгане, как ни странно, они доказывают, что люди хотят вырваться. То есть вот каждый, реально, вот каждый, его не устраивает его положение. Да? Они хотят вырваться из этого. Они ищут каких-то вот гуру, да, вот, который ему расскажет и положит, как вот эту жизнь изменить. Успешного успеха добиться, да? Это как люди, которые вот, по-моему, брат Эндрю Тейт, это, конечно, смешной пример, он говорил, типа, меня больше всего раздражают люди, которые ко мне подходят, типа, тусят среди богатых челов, да, там прочее, и постоянно спрашивают, дай совет, дай совет, как стать таким же богатым, как и ты, дай совет, как добиться успеха. Это такая хуйня ебаная, пиздец. То есть, типа, люди как будто рассчитывают, что ты спросишь кого-то, как добиться успеха, он такой, чел, я тебя беру в подмастерье, ты станешь моим наследником, я тебе все расскажу. Вот ты первый, кто спросил меня, вот, как добиться успеха. Я тебе сейчас все разложу, блядь, буквально там, нахуй. Тебе дам infinite gold чит на Майнкрафт, нахуй, или что-нибудь такое. Бля, пиздец, это, 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 люди, люди думают, что те, кто стали богатыми, у них, типа, какой-то там, реально, чит-код, блядь, хисаям применили, и все, блядь. И просто хочется, все хотят узнать этот хисаям. Вот, и все, кто идут к инфо-цыганам, они, по сути, так и думают, что есть какой-то хисаям, который, вот, я еще не знаю, но вот они мне его расскажут, и я вот этот, поэтому я готов отдать ему деньги. Вот именно поэтому, когда я увидел во ВКонтакте, что Аяша Буддинов... Мне брат с пеной у рта доказывал, что творческую эстезию надо развивать, это самое важное. А я говорю, что это, конечно, хорошо, но жрать-то надо и жить хорошо. Он мне, кстати, уже месяц 3к не вернет никак. Да, да, да. Типа, я не говорю, что нужно быть уебаном, который вот все, суперэгоист, прочее, но эгоизм — это важно. Эгоизм, блядь, пизда, это важная тема. Но, блядь, здравый эгоизм, да? То есть, типа, я на первом месте, типа, я, моя семья, мои знакомые, друзья. Все это на первом месте. На самом деле в жизни у каждого все индивидуально. Люди живут в разных условиях, и достижения цели будут у всех разными, так же, как и трудности и последствия этих целей. Ну да, да. Блин, на самом деле я этот, вот, недавно, короче, ну, смог вот поддержать деньгами отца. Там какая-то важная тема была. Вот я впервые как-то поддержал родителей. Блядь, я себя так хорошо почувствовал, на самом деле, в плане, типа, я не только могу зарабатывать, но еще и семью как-то поддержать. Я считаю, что это самое важное, на самом деле, в жизни, в плане того, что нужно вот заботиться в первую очередь о себе и своей семье. И вот для этого нужно добиваться, блядь, успехов. Вот когда вот эта цель у вас стоит, вот тогда вы добиваетесь всего. Это, блядь, самая база всех баз, серьезно. Хочет сделать миллионером простого мужчину моего возраста, я подумал. И вот эти инфо-цыгане, они так играют на этих чувствах, серьезно. Я постоянно, у меня же, ну, ВКонтакте листаю, мне постоянно попадаются эти посты, как правило, с одной гифкой, где чел такой скрученный идет, такой печальный. Там история какого-нибудь там очередного, этого, блядь, Сереги, который проебался по жизни, женился на ком-то, лишь бы чтобы жениться, завел детей, взял ипотеку. И там описывается, описывается, описывается вот этот вот, типа, стандартный человек, да, вот, типа, вот, чисто человек, который хочет вырваться из этого цикла, который, вот, типа, хочет изменить свою жизнь. Блядь, как же они наебывают на этой хуйне. И люди покупаются каждый раз, потому что людям нужна надежда в жизни какая-то, наверное. Это же невероятный шанс. Вот так все совпало. Мужчину моего возраста, представляете, какое везение. Я сразу же подумал, господи, а яс, за каких же идиотов ты считаешь свою аудиторию? Вы говно. Я подписан почти на всех топовых инфо-цыган. На тот случай, если что-то интересно будет происходить, вам про это рассказать. И Аяша Буддинов такой спектакль разыграл. Просто потрясающе. Он запустил свой инкубатор инфо-цыган. Как я понял, оттуда должны появляться маленькие инфо-цыганята, вырастать и нас с вами наебывать. Удастся это или нет, мы скоро, я думаю, узнаем. Но какую же потрясающую постановку он придумал, чтобы этот инкубатор нам с вами продать. И я предлагаю вам занять лучшие люста в театре Аяза Шабудинова. Наливайте себе сладкий крот, берите вкусную булочку, и мы начинаем. У тебя почти нет никаких рисков и шансов уйти в минус, потому что у тебя почти нет никаких расходов, но просто ниша мечта. Если есть стремление, можно изменить жизнь. Мой двоюродный дед был водителем. В 27 пошел в 10 класс, в 33 в мед с двух детьми. А сейчас ему 74, и он признанный главврач республики. Меняй жизнь, если не НРА. Не, ну, типа да, наверное, но просто не все... Не то, что все не могут изменить. Не у всех ситуация, когда они могут себя заставить это сделать. Потому что когда ты в рутины... И рутина очень тягучая. Она тебя прям скрепляет цепями, там, ипотека, работа, там, то-сё. Особенно, когда у тебя семья появляется, еще больше цепей. И вот, блядь, чем дальше, тем сложнее. Чем старше, тем сложнее. А я за Шабудина, мы можем отнести к подтипу... И это, блядь, нельзя... Ну, некрасиво, по крайней мере, таким людям говорить. То, что, типа, да, просто поменяй свою жизнь. Типа, блядь. Да, просто поменяй свою жизнь. Да, блядь. У инфо-цыгани бизнесмены. Как ныне покойная бизнес-молодость или трансформатор. Хотя трансформатор что-то снимает, вроде бы пытается мои ролики до сих пор удалить. Но, так или иначе, все остальные сейчас на вторых ролях. А Яша Будинов стал номером один. Потому что, как обычно бывает в этом бизнесе, оказался самой беспринципной мразью. После его просмотра прежним ты уже не станешь. Если раньше он был вроде как про бизнес, какие-то кафешки открывал в студии, то сейчас это что-то ближе к Блиновской и ее марафону желаний. Люди приходят к нему, платят деньги и мгновенно становятся миллионерами. Просто один-два дня, максимум неделя и все, уже миллионер. Да, смотрите, ребят, мы заработали 226 тысяч за полтора дня. Буквально эту неделю даже меньше 5 миллионов 500 тысяч рублей, да-да. Только я проснулся и через буквально 15 минут заработал свои первые 20 тысяч. Сегодня был первый день бизнес-лагеря, а у меня в кассе уже 66 тысяч рублей. Одно я должен признать. Бля, как же они шкварятся, боже мой. Аяш Шибудинов виртуозно продает мечты о богатстве. Даже е... Как же люди свою совесть продают, блядь, это так грустно смотреть. Я опытный инфо-цыгановед, когда смотрел его спектакль, почувствовал острое желание отнести Аяш... Когда мы курсы по успешности... Блядь, нет курсов по успешности. Это реально, это хисаям, блядь. Нет курсов по успешности. Я на самом деле вспоминаю времена, когда мы с Дундуком пытались пробиться в стриминге, прочем, там, когда ты пробуешь разные вещи. Давай, постреблю эту игру сегодня, постреблю эту, вкачусь туда, там я обрету популярность, нет, вкачусь туда. А если я изменю виджеты на своем стриме, а если я сделаю вот такую превьюшку, а если я вот это, вот это, вот это... Миллиард разных, типа мы пытались найти чит-код, а чит-кода нету. Ну нету, блядь, ну не существует. Чул проработал, ты в точку. Смотрю с запозданием. Десять лет работал на полной херне. Год назад решил стать грумером. Каждый день чувствую прогресс. И в выходные я так кайфую от игр. Охуй. Ммм, грумер... Блядь, надеюсь, это не грумер детей, блядь. Я просто не знаю, какое-то слово... Слово груминг, как правило, в негативном ключе. Ща, погоди. Так, грумером. Бля, ну это, видимо, это как-то... А, собак стрижет. Все, прошу прощения, просто я слишком много англоязычного в ютубе пересмотрел. Бля, слушай, круто, что нашел себя в своем деле. Красавчик, реально. Все свои деньги и стать богатым. Пару недель назад, а я запустил потрясающее шоу. Он отобрал трех обычных парней. Вот, и чит-кода не существует. То есть, сколько ты не перебирай виджеты, не меняй на стриме, никто на стрим не придет. То есть, это максимально удача, и когда правильный человек оказывается в правильном месте. Не то, что ты там появился на каком-то стриме у Мэдисона, но все это популярен. Нет. Вот мой друг Дундук, он появился на стриме... Ну, типа, Мэдисон его нашел, дал ему какой-то буст, пропиарил его. Но это было там... У него там было 200-300 зрителей. Я помню, что-то... Он попробовал что-то, ну, там, не Тарков стримить, а что-то другое. Там Destiny, по-моему, он захотел поиграть. И, типа, он опечалился, что у него там 20 зрителей только осталось в этот момент. Хотя у него там онлайн ебать были. Вот. И... Но потом он целеустремленно, годами ебашил Тарков, развивался, да. То есть там все ебашил, 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 ебашил. Чисто своим трудом. И сейчас у него там несколько ка онлайна. И, блядь, я его пиздец за эту хуйню уважаю. То, что он получил буст, да, казалось бы, типа, удачу. Но на самом деле удача одна тебя никуда не проведет. Просто должен оказаться правильный человек в правильном месте. Всегда. То есть всегда должен быть правильный человек в правильном месте. Который заплатили ему по 12 миллионов рублей. И пообещал им создать новый продукт. Новый бизнес. Который позволит им очень быстро эти деньги отбить. Если бы это был не очередной говнопрогрев от Аяда Шабудинова, а настоящее шоу, я бы с удовольствием за этим понаблюдал. Но в реальности, как вы понимаете, все оказалось гораздо более тривиально. Сожрать профилактическую дозу дерьма. Там есть три участника. Это пе... А это место ты никогда не узнаешь. Ты можешь только к этому готовиться. Я, кстати, тоже подумал сменить профессию. Когда учусь на юриста, пойду на психоаналитика. Три дед пьяняша собака макима. Иди нахуй, не баню моляю. Спасибо. Как оказаться в правильном месте? Никто не знает, где это правильно. У каждого правильное место свое. Все, что можешь, это всю жизнь ебашить, пытаясь заработать навыки, чтобы, оказавшись в этом месте, получив свой шанс, его не проебать. Да, то есть ты получаешь образование, ты прыгаешь куда угодно, пытаешься хвататься за все возможности, при этом получая бесценный жизненный опыт. И рано или поздно это место появится. И все зависит от того, будешь ли ты готов к этому. То есть вот это вот место, время, которое... Тебе уготовано судьбой, так сказать. Не, оно у каждого рано или поздно появляется, если ты двигаешься по жизни, чтобы быть в разных местах, рано или поздно это место появится. Но будешь ли ты готов к тому, чтобы это использовать? Вот это уже другой вопрос. Поэтому это все, блядь, все люди как слепые... Слепые котята туда-сюда тыкаются. Вот. Ну, рано или поздно в конечном итоге мы находим. Либо не находим. Петя, Алекс и Стас. Все они с нуля открывают свой инфобизнес. То есть пытаются стать инфо-цыганами. Если вы думаете, что это история про бизнес, то вы плохо знаете Аяда Шабудинова. Потому что ничего связанного с бизнесом там нет. Ребята начинают путешествовать, снимать веселые кругляши, прикалываться, отдыхать и зарабатывать деньги. Как они их зарабатывают? Непонятно абсолютно. Но в каждом новом посте рядом с именем участника появляются все новые и новые цифры. То есть откуда-то появляются эти самые миллионы, которые они стремительно зарабатывают. И я прекрасно понимаю, почему это именно так. Задача Аяза убедить, что бизнес это просто и весело. Ты веселишься, ты отдыхаешь, ты немножко работаешь и становишься сказочно богатым. Деньги это просто, деньги это легко. Для того, чтобы люди охотней несли ему свои накопления. Ну или брали кредиты. И мне очень нравится, как Аяз манипулирует информацией. Вот допустим, один из его постов. Я не могу сказать, что он полностью лишен смысла. Давайте ее почитаем. Большие деньги зарабатываются только легким путем. Сообщает нам Аяз. Конкуренция за рабочее место на 30 тысяч рублей выше, чем за 12 миллионов рублей в месяц. И дальше он рассказывает, что за вакансию на 30 тысяч рублей зачастую больше претендентов, чем за вакансию за 100, 200 или 12 миллионов. Леонид на дедушке. Смотрел ли ты такой анимационный фильм под названием «Принцесса Мононокия»? Если да, то тебе... К сожалению, нет. Если нет, то посмотри. Ставлю твой хуй. Тебе понравится. Бля, почему мой-то... Нет, сори, я не смотрел, к сожалению. Сейчас я быстро отлить схожу. Где ты такое пропустил? Что я пропустил? Миллионов. И в целом, отчасти, это так. Но не потому, что желающих зарабатывать 12 миллионов меньше, чем 30 тысяч, а потому, что соответствовать этой вакансии довольно тяжело. Да, да, согласен. Типа, ну, фраза про то, что зарабатывать там 120... 12 миллионов меньше конкуренции, это да, там просто нет... Не очень много кадров, которые заслуживают такую зарплату. Бля, смотрю на это и думаю, да, бизнес это весело. Жопа в мыле. Здесь оплати, там оплати. От государства только ограничения, налоги. Во время пандемии за год получил 10к поддержки. Спасибо нахуй. Да, бизнес это непростая хуйня. Это я согласен. Нужно реально быть крутым специалистом. Я вижу, как мой отец иногда заебывается. Это просто пиздец. Типа... Ну вот мой отец, он раньше работал на заводе, но он сказал, типа, ну, задолбало кому-то подчиняться, решил уйти в свободное плавание. И типа реально он ушел. Да, он мог там получать больше деньги, но зато он сам себе начальник. И у него постоянно есть какие-то задачи. И это, говорит, стимулирует пиздец. Типа, ну, жить как-то начинаешь, я не знаю. То есть, как бы с одной стороны, да, у тебя нет какой-то безопасности, что ли, когда если бы ты был работником, да, ты во все в ответе, это твое ответственность. С другой стороны, постоянно адреналинит. И типа то, все, третье, десятое. Жизнь идет, там какие-то вот вещи происходят, да. То есть ты живешь, по сути. Но для того, чтобы стать таким специалистом, нужно не проходить марафоны от блогеров. Бизнес продвигается. Как думаешь, как у большинства в России. Кое-как на плаву. Типа Аяза. А получать хорошую профессию и работать в нормальных компаниях. И первым шагом к этому может стать бесплатный профориентационный проект от Skill Factory IT Rengen, который позволит выбрать профессию в са... Факты, сравнить, проанализировать. Но в данном случае, то, что все это шоу фикция, это прям настолько на поверхности. Давайте посмотрим на одного из... Блядь, не думал насчет переезда родаков из России. Мне бы самому еще нормально где-то состыковаться и осесть. А там уже можно будет об этом думать. Из участников. Зовут его Стас. И он самый успешный, самый популярный. Очень быстро он заработал. Сначала 14 миллионов за 8 дней. Потом 17. А сейчас у него... О, сейчас посмотрю. 17,6 миллионов. Это меньше, чем за 2 недели. Представляете? По легенде Аяза, раньше Стас занимался офлайн-бизнесом. У него был свой автопарк. Skill Factory тоже инфо-цыгане? Ну, я бы так не сказал. Чисто мое мнение по этому вопросу. Как я это понимаю. Они дают людям мечту, но также пытаются их чему-то научить. У них действительно есть там материалы и прочее. Но... Если человек хочет научиться, он будет учиться. Даже самостоятельно. В интернете есть миллиард материала. Подобные компании продают именно то, что мы как бы тебя направим в нужное русло. И тебя вот проведем по шагам. Знаешь, как в видеоигре. По уровням. Типа все больше, дальше, дальше, дальше. И как-то это проще. Типа тебя контролят, ты там все прочее. Но я говорю, если человек хочет чему-то научиться, в интернете есть миллиард материалов. А тут человек хочет, чтобы с ним нянчились, как мне кажется. И, как правило, если у человека нет желания, как правило, такие люди туда и идут. Они забивают хуй. Поэтому к концу подобных курсов доходит очень немного людей. Как мне кажется. То есть, вот такие вот дела. Он занимался такси. Но теперь... Те программисты, которых я знаю, они учились, потому что они хотели создать что-то свое. И вот это у них была цель. И они для этого изучали то, что им нужно, чтобы до этой цели дойти. Когда у тебя нет цели, у тебя просто ты хочешь научиться программировать, ты нахуй никогда не научишься программировать. Создал свой очень крутой инфопродукт. Но я захожу в его соцсети и вижу, что инфопродукты он продавал уже миллион лет как. Он ездит и выступает. Он личные консультации дает. Эта сториз висит уже 10 недель. То есть, сильно раньше того, как он начал участвовать в проекте. У двух других ребят основные соцсети это телеграм-каналы. Ящер, а тебе же нужно будет когда-то в Россию съездить? Ты же не ПМЖ в Грузии. Нет, тут без виз. Ты можешь просто выехать из страны и заехать обратно, и он обнуляется. Вот. Поэтому я выехал в Армению, потусил с командором, заехал обратно. Если мы зайдем туда, то действительно последнее время они занимаются обучением людей, наставничеством. Но если мы отмотаем две недели назад, три недели, месяц, два месяца назад, то они занимались, знаете чем? Обучением людей и наставничеством. То есть, их контент, то, чем они занимались, никак не поменялось абсолютно. Я там, блядь, где-то в бесконечно вечном, знаешь, обитаю. А тут детский сад, понимаешь? Все недоразвитые. У всех вот такой синький... Я очень сильно сомневаюсь, что кто-то реально платил Аязу такие деньги. Но в целом, я могу это допустить. И очевидно, что платили они не за какие-то инфопродукты потрясающие, потому что они и так инфобизнесмены, они и так инфоцыгане. Скорее всего, платили за аудиторию, потому что Аяз постоянно их пиарит, показывает, кидает их в соцсети. А учитывая, что аудитория у Аяза заряжена, покупать... Где-то это реально гей или это рофл? Зачем тебе это знать, дружище? Какая-то тебе разница? Не хочешь в Армении жить? Могу подсказать, как здороваться с людьми и всем говорю... Куртый манат. Нет, нет, к сожалению, нет. Но Армения мне понравилась, я бы как-нибудь еще раз съездил. Всякий мусор. Естественно, они переходят и покупают уже у этих ребят. То, что цифры, их заработка, они дутые, я тоже почти убежден. Но, опять же, здесь не доказать это, не опровергнуть невозможно. Хотя справедливости ради есть пруфы. Допустим, Стас показывает вот такие вот переводы средств. С такими охуенными пруфами спорить, конечно, невозможно, да. Оплаты, предоплаты, все, что здесь приходило, Стаса, все эти дни. Хотя я бы на месте ребят был бы чуть более осторожен, потому что налоговый сейчас бушует и, возможно, не стоит показывать такие огромные цифры. Там, 17 миллионов за две недели. Ну, зачем вам это? Просто переживаю за парней. Ну, ребят, подумайте о будущем, о детях. Вот спросите у Блиновской, ей тяжело, наверное. 5,165. Люди читают чужие деньги. Это что такое? Подождите, но это... Секунду. Это открытые данные. Официальные открытые данные. У меня все данные официальные открытые. Если вы думаете, что у ребят контент более полезный, чем у Яза, то добро пожаловать в реальность. Там посты и серии для того, чтобы стать богаче, нужно пересесть в бизнес-такси, чтобы мышление изменить. Или нужно заразиться вирусом богатства, поменяв окружение. Вот такие вот охуительные истории. Да, ребят, такие вы бизнесмены, просто охуеть. Очень нравится ваш бизнес, да. Я эти охуительные истории, что нужно пересаживаться в бизнес-класс и больше тратить для того, чтобы больше зарабатывать, лучше послушаю от Саши Беляковой. Она... Я себе тоже деньги скинуть могу. Ты можешь себе лям скинуть? Хотя бы забавно. Бро, рукопожатие, я очень-очень-очень, мне очень сильно нравится. Финальный аккорд этого шоу это прямой эфир, на который я зарегистрировался и, скажу вам честно, я полный идиот, потому что вот этому человеку вот мне хватило ума оставить свой номер телефона, представляете? Слава богу, не основной, запасной, но все равно теперь постоянно мне приходит всякий мусор из лайк-центра. Ребята, блять, пожалуйста, пишите меня, я не хочу больше. Там забавно, когда проходишь регистрацию, а Яз такой серьезно тебя смотрит, типа Блять, лицо, Яз это самая смешная хуйня на свете. Ну че, чувак, готов зарабатывать. А когда прошел регистрацию, он уже веселый. Ну как бы уже представляет, что твои денежки забирает. Такой Давай свои деньги, плати мне. Весь прямой эфир сладкий мед льется тебе в уши и тебе рассказывает, что зарабатывать может каждый абсолютно без вложений. Просто вот так вот раз миллион, два миллиона, три миллиона, он просто богатейший, богатейший, как нехуй делать. Это реально может каждый. Он постоянно показывает обычных людей, которые зарабатывали копейки в найме, а потом пришли к АЯЗу и стали мультих, хулионы миллионерами, просто невероятными. Я делаю стабильно 10-12 миллионов ежемесячно. В марте мы сделали 27,9 миллионов оборотов. За последний месяц мы заработали 64 миллиона рублей чистой прибыли. В марте и апреле мы сделали на 79 миллионов договоров. Мы сделали за 43 дня 9 миллионов. За март месяц 10-300, за апрель месяц я сделаю 23 миллиона. 200 петербург подняли, блядь. Мощно, мощно, мощно. А чем они занимаются? На чем они эти деньги заработали? Что у них за камыш они продают, блядь? Ни у кого не возникает вы просто все-таки нихуя, вы много зарабатываете? Что это за хуйня, блядь? Эта эфира очень простая. Вызвать у зрителей, у аудитории чувство фома, чувство упущенной выгоды. Этот термин пришел из трейдинга, из инвестиций. Когда какая-нибудь акция, например, начинает очень быстро дорожать. Ну, например, там на... Типа некоторые люди такие занимаюсь бизнесом. А бизнесом? Типа знаешь, что называется бизнес? Просто бизнес. То есть процент она подорожала. Просто я прихожу, люди мне деньги дают. Я бизнесмен. И вы чувствуете, что могли ее купить, могли обогатиться, но это не сделали. И вот это вот чувство... Я вложился в акцию Сбербанка. ...что упущенное выгоды оно вас пожирает. Чувство фома один из главных врагов на бирже, когда вы принимаете решение, руководствуясь эмоциями, порывом. И зачастую ошибаетесь, естественно. Они приняли одно важное решение. И теперь их жизнь это жизнь мечты, о которой мечтают просто все люди. Люди, долба, йо, бы. Для пущего эффекта, а я даже какую-то аффирмацию запихал. Бля, не знаю, если бы я был богатым, типа, блядь, я бы никогда в Дубай не поехал, если честно. Все там жарко. Нахуй ехать в Дубай, не совсем понимаю. Там, наверное, какие-то эти, офшоры, или что-то такое, наверное, ради этого. Не знаю, мне всегда Европа нравилась там, что-то где-то. Мне кажется, настоящие богачи реально в Европе сидят, а инфо-цыгане в Дубае. По ту трансляцию, где под такую музыку, под виды космоса, там говорят, купи, купи продукты. Ну, другими словами, правда. Сядь удобно и закрой глаза. Ну, а в конце Аяс сделает невероятно щедрое предложение, от которого невозможно отказаться. Он предлагает обучение инфо-цыганству за 2,5 миллиона рублей. Осознаете мерзость этого? Нет, Аяс, конечно... Кстати, думаю, что Шевцов ультрабогатый. Он просто богатый. Типа, но... Типа, он может себе машину там позволить и прочее. Я не думаю, что он там супер-мега-миллиардер. Делает все это очень красиво. Может, несколько миллионов долларов максимум. Он не просто говорит вот плати мне 2,5 миллиона. Это реально дохуя. За месячное обучение это просто ну какая-то нереальная сумма. Но он рассказывает, что посмотрите, ребята заплатили мне по 17 миллионов и свои деньги отбили. Ну, один точно, а другие скоро отобьют. А вы можете купить. Ну, вот за сколько вы хотите. Это знаете, как в магазине на диване. Сколько вы готовы заплатить? Возможно, 5 миллионов. Дед, женись на швейцарке, переезжай туда, даже богатым быть не нужно. Так кому нахуй я нужен, блять, человек? Какому я нужен, чтобы на нем жениться? Знаете что? А я вам за 2,5 отдам. Вот так вот дешево, даром. И ты думаешь, нихуя себе, этот продукт стоит 17 миллионов. 17. А вы можете купить его всего за 2,5. Это ж просто, это во сколько раз дешевле? Это копейки, это пиздец, как выгодно. Очередная революция в образовании, которую я сейчас совершаю. Количество мест, разумеется, ограничено, поэтому не думай, быстрее, быстрее, сейчас все раскупят, и ты трясущимися руками такой, блять, что это делаешь? Нет, как справляешься с прокрастинацией? Я представляю себе деньги, лежащие на столе, и представляю, что я лежу, их не беру. Поэтому я встаю и еду, беру их. Делать, а яс добивая тем, что обещает помочь взять кредит. То есть, вам даже платить ничего не надо. Вы просто приходите, зарабатываете миллионы, эти несчастные 2,5 отдаете банку, ну это вообще как нехуй делать. Вы же скоро заработаете сотни миллионов. Для вас и 2,5 будут просто копейками. Поверьте мне, а яс очень виртуозно продает свое говно. Даже я. Весь прикол таких сборищ это секта с танцами, вкладами в общину и так далее. Это такая постная хуйня. Люди реально дебилы, если на это ведутся, тем более с кредитными деньгами. Блять, самое хуевое, то, что все эти люди мертвы в душе, блять. Типа, каждый из них продал душу дьяволу. Типа, я не знаю, как они ложатся спать, зная, что они наебывают народ. Скорее всего, очень хорошо спят, но я бы так жить не смог, нахуй, это полная хуита. Типа, до конца жизни твое ебало будет всех ассоциироваться с тем, что ты просто наебатор ебаный. Это, ну, как бы, это, блять, сделка с дьяволом, по сути, на самом деле. Это зашкварно всю жизнь. Не только в плане того, что люди о тебе подумают, ты сам будешь себя считать, блять, зашкваренным ебаным, тебе, блять, все в ебало будут плевать, если тебя на улице встретят. Понимаю, как это все работает, в чем дело. Смотрю эфир и думаю, ничего себе, всего 2,5 миллиона рублей. Какие копейки, нихуя себе. Поэтому они в Дубаи уезжают. А потом, когда ты отходишь, если ты, ну, не поддался порыву и быстро-быстро не побежал в банк, ну, или там, на сайт, где АЯС поможет тебе взять кредит, чтобы ты отдал не свои деньги, это еще проще. Отдавать чужие деньги, это вообще изи. Они не виноваты. Значит, это биология. Вы знаете, я к АЯСу отношусь крайне плохо, потому что считаю, что вгонять людей в кредиты это максимальное мразотство. Да, конечно, он обещает то ли деньги вернуть, не улетают, потому что, блядь, им на улицу в России, блядь, страшно выйти, на самом деле. Прикиньте, вы видите АЯСу просто, типа, на улице, просто, блядь, хе-хе-хе-хе, блядь, просто максимально рофлс. То ли результат, то есть обучать, пока человек не добьется возврата средств, но вы можете найти в интернете, как его лайк-центр возвращает деньги. Там много интересных историй. Вы пиздите мои деньги. Ну, какой же это был потрясающий спектакль? В конце показать людям прайс в 2,5 миллиона рублей слов... Проебайте людям не лень. Я поражаюсь, как вот людям реально не впадло ходить на все эти, блядь, вебинары и прочее, реально тратить свое время на какую-то хуйню, когда можно в голову тети поиграть, пиздец. Типа, идти, какие-то вебинары, какую-то хуйсосы слушать с огромным ЧСВ, который рассказывает то, что блядь, блядь, пиздец. Реально, пол, еще хуже, блядь, стримеров смотреть. Словно это подарок, словно это бесплатно, это нужно уметь. А яс, конечно, не про бизнес, он про исполнение желаний. Я думаю, он вполне может забрать себе аудиторию Блиновской, которая осталась бесхозная, можно ее забирать, обещать ей миллионы на пустом месте. В его инкубатор я особо не верю, но кто знает, возможно, именно там зародится новая форма инфоциганской жизни. Я очень надеюсь, что этот спектакль вам понравился, кто-то заплатил за него очень большие деньги. Реально смешная хуйня, пиздец. Типа, мне очень грустно за людей, которые на это покупаются.